Еще одна пандемия. Черный мор. Как вообще пережить 2020 год? Пожалуй, многие именно так отреагировали на новость о том, что в Монголии на границе с горным Алтаем зафиксированы случаи заражения бубонной чумой. Сообщается, что местные жители ели сырое мясо сурков. Кстати, в свое время чума унесла жизни миллионов людей в Европе. Обычно схема заражения работает так. Крыса, блоха, человек. Могут ли заболеть домашние животные? Могут. Если, опять же, произошло заражение при укусе того же, допустим, креща или блох. Эту ситуацию мониторят у нас противочумные станции. Чтобы человеку заразиться чумой, нужно очень любить диких грызунов. Разделывать их тушки с порезами на руках, есть сырое мясо. В общем, надо очень постараться, чтобы заработать себе бубоны. Если говорить о варианте передачи от человека к человеку, возбудителя, то это реализуется только в одном случае. Если вдруг человек болен легочной формой, тогда он выделяет возбудителя в окружающую среду и сам превращается в источника для окружающих. Но в последние годы наблюдения за чумой, регистрации случаев заболевания чумой, случаев легочной формы не регистрируются. В основном это бубонная форма. В данном случае человек является опасным, если только выделение из бубона попадут, например, в открытую рану другому человеку. В мою бытность и за последние, ну я думаю, что лет 30 бубонная чума не регистрировалась на территории Алтайского края. Экскурсоводы тоже не видят ничего страшного и говорят, что в той же Монголии следует опасаться не чуму, а более приземленных вещей. Так что единственный след чумы в Алтайском крае – это чумной доктор, часто видят на улицах и в магазинах Барнаула. Надеемся, что беспричинно. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.